Давно хотел повторить опыт с полигональным точением на своем почти уже настоящем токарном станке. Большое спасибо Евгению с канала Мехомозг за вдохновляющее видео на эту тему. Всем привет! С некоторых пор у меня лежит вот такой сервопривод, большой и тяжелый. Я хотел его задействовать в качестве привода шпинделя, но пока решил просто поиграться и изучить его возможности. К шпинделю прилагается вот такой блок управления и необходимые кабели, силовой и для передачи сигналов оптического энкодера. Вдобавок ко всему еще прилагается талмут с достаточно подробным описанием как и что необходимо подключать и настраивать. Сразу перейдем к делу и займемся подключением. В комплекте идут также разъемы, нужно только правильно прикрутить провода. При однофазном включении, питание, ноль и фазу, необходимо подать на входы L1 и L2. Защитное заземление на PE. С подключением энкодера проблем нет, если вы конечно не супер сильны, то не туда его вставить не получится. Подключение серводвигателя тоже делается очень просто, все подписано и промаркировано. Для управления приводом и подключения, например концевиков и энкодеров используется трехрядный многоконтактный разъем. Включаем. Ротор свободно вращается, а на индикаторе можно увидеть скорость вращения в оборотах в минуту. Знак минус говорит об обратном направлении вращения. Я сознательно пропускаю момент первоначальной настройки, где необходимо указать конкретную модель двигателя, это описано в инструкции. А сейчас включим двигатель. Условно это режим Enable. Для этого в регистр параметров с номером 098 нужно установить значение 1. Кстати это можно сделать и подав сигнал на 9-й пин интерфейсного разъема. Двигатель перешел в режим удержания позиции и теперь провернуть ротор не получится. Хотя опять же если его очень сильный, то чуть-чуть получится, но ротор вернется в первоначальное положение. Далее попробуем режим Jog. Это ручное управление вращением по часовой или против часовой стрелки с заранее заданной скоростью. По умолчанию это 100 оборотов в минуту. Чтобы изменить это значение, необходимо установить его в регистр параметров с номером 076. Поставим 800 оборотов. И проверим. Крутится бодренько, стартует и тормозит прям вообще шикарно. Ускорение кстати тоже можно настроить, но пока это не нужно. Сейчас еще попробуем режим непрерывного вращения с заданной скоростью, а потом уже перейдем к основной теме. В регистр параметров с номером 004 запишем 1. И кстати, если хотите, чтобы настройки не сбросились в дефолт после отключения питания, необходимо сохранить их в энергонезависимую память. После перезагрузки контроллера снова включим двигатель, а затем пойдем в режим установки скорости вращения. Сразу оговорюсь, скорость вращения можно задавать и с помощью подачи напряжения от 0 до 10 вольт на 16-й пин интерфейсного разъема. Поддерживается также режим управления напряжением от минус 10 до плюс 10 вольт. Как видите, можно установить любое допустимое значение и двигатель будет вращать ротор с заданной скоростью. Крутящий момент тоже можно задать, по умолчанию он по-моему максимальный. Попробую установить вращение рукой. Как видно, у меня это не получилось. А дальше перейдем к самому интересному, к работе с оптическим энкодером. Чудес тут конечно же никаких нет, и энкодер просто используется в качестве генератора импульсов. Я буду использовать энкодер с 600 импульсами наоборот. Я не покупал его специально, у меня в заначке лежало два таких на черный день. Провода от энкодера распаял на интерфейсный разъем в соответствии со схемой руководства по эксплуатации контроллера. У контроллера есть два входа для импульсного управления. А в регистре 0.35 задается один из трех режимов. 0 – традиционный режим Step-Dir. 1 – режим, когда направление вращения определяется входом, на который подаются импульсы. А нас интересует режим с номером 2. Управление с помощью квадратурного сигнала, как раз который выдает используемый энкодер. В настройках можно также указать значение передаточного числа с помощью задания числителя и знаменателя этого значения. На схеме руководства расписано все что надо, но пока большая часть нам не нужна. Не забываем, что данный энкодер имеет выходы с открытым коллектором и подключать нужно по такой схеме. Далее подключаем интерфейсный разъем и подключаем питание к энкодеру. Для экспериментов я использую вот такой блок питания, а потом заменю его на что-то миниатюрное. А теперь нужно рассчитать числитель и знаменатель для того, чтобы получить передаточное число 1 к 1. То есть один полный оборот энкодера будет инициировать один полный оборот ротора двигателя. В соответствии с инструкцией получаем соотношение 10000 импульсов внутреннего энкодера двигателя к 600 импульсам внешнего энкодера. Сокращаем все лишнего и получаем два значения, которые нужно записать в соответствующие регистры контроллера. В регистр числителя 0.29 запишем 50, а в регистр знаменателя 0.30 запишем 3. Это будет настройка для соотношения оборотов 1 к 1. Далее интересный нюанс. У меня не получилось сразу применить эту настройку. Оказалось, что нужно обязательно сохранить значение в энергонезависимую память, а после чего перегрузить контроллер по питанию. После перезагрузки включаем питание энкодера и начинаем радостно вращать вал. Как видно, один оборот энкодера соответствует одному обороту ротора. Попробую снова удержать вал ротора рукой. И снова у меня это не получается. Для дальнейшего эксперимента мне потребуется передаточное число 1 к 2. То есть полный оборот энкодера должен инициировать два полных оборота ротора. Для этого в регистр 0.29 запишем значение в два раза больше, чем есть, сотню. И опять сохраняем параметры в энергонезависимую память и перегружаем. Проверяем. Визуально все очень похоже на правду. Теперь можно немного пофрезеровать. Сделаем держатель для трех резцов, которые будут вращаться на валу серводвигателя. Помним, что все это эксперимент и пока все будет изготовлено из тех материалов, которые я могу обрабатывать на своем самодельном фрезере с ЧПУ. Это будет латунь и дюралюминий. Конструкция будет состоять из нескольких частей и собираться на винтах. Как обычно не обойдусь без нарезания резьбы резьбой фрезами. Управляющие программы традиционно готовлю в своем онлайн генераторе кода, который я продолжаю поддерживать и даже иногда дорабатывать. Он сделан для свободного использования и не требует никакой регистрации. Ссылки я оставлю в описании. Две детальки готовы, будем делать третью основную. Это будет диск толщиной 12 мм, в который будут вставляться державки с резцами. Я делаю 6 посадочных мест по кругу с интервалом 60 градусов. Обрезку по кругу я не буду делать фрезером, а только намечу контур. Для разнообразия я решил воспользоваться ленточной пилой с полотном для цветных металлов. А дальнейшую форму придать на токарный. Он же у меня все-таки есть и надо его использовать. Соберу бутерброд так, чтобы можно было зажать его в токарном патроне. И проточим до необходимого диаметра. А теперь надо приладить серводвигатель на токарный станок. За кадром я сделал три державки, заправил в них резцы и закрепил во вращающуюся резцедержку. Конфигурация с тремя резцами и соотношением оборотов 1 к 2 используются для вытачивания шестигранников. Оптический энкодер я закрепил с обратной стороны передней бабки. Можно было использовать и существующие самодельные энкодеры, но они не позволяют отслеживать направление вращения, да и количество импульсов наоборот у них меньше. Здесь есть о чем порассуждать, но не сейчас, кому интересно, это можно сделать в моей группе ВКонтакте. Можно начинать эксперимент. Будем мучить 6-миллиметровые прутки из латуни и дюралюминия. Покажу синхронность работы сервопривода с вращением шпинделя. Напомню, один оборот шпинделя будет инициировать два оборота ротора сервопривода. Покажу синхронность работы сервопривода. Покажу синхронность работы сервопривода. Это хорошо видно на тестовой заготовочке. На заготовке из дюраля сделаю шестигранный конус. Для этого подготовлю сначала черновой конус, а потом пройдемся вращающимся листом. В целом я доволен. Игрушку собрал хорошую и в планах попробовать точение с другими конфигурациями резцов и с другими соотношениями оборотов. Но это уже я как-нибудь сам. На сегодня у меня все. Не бойтесь экспериментировать и жизнь будет немного интересней. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok